мои хорошие любимые развивается турецкий флаг и и мы с вами прибыли в город милана ты запомнила как город называется значит этот город это турецкая венеция все вам будем показывать но сейчас мы очень хотим кушать и перекусим наверное здесь да потому что из из кишехир еще славится тем что просто бесподобны какие-то здесь вкусные чебуреки будем вам показывать и рассказывать ну а ой тут сразу конюшня да смотри в парк мы пойдем чуть-чуть попозже пойдемте тогда покушаем пойдемте чебуречные от кирима посмотрите я вам цены сразу покажу представьте 5 чебурек стоит 140 лир всего ну таких цен вообще нету айран 20 чай 10 и у нас уже в алане 50 так что вот такой вот милое милое заведение есть есть столики на улице а есть такой большой большой зал посмотреть как красивая тут встречают национальных костюмах одеяния и такой вот потрясающий зал такой запусочная только чебуреки чай и айран и в принципе все классно мне нравится мне нравится уже по цене ну что в вестищики приносит вот такие вот чебуреки они просто такие тонюсенькие притонюсенькие милана как мясо чебурека еще приносит соусом у них кстати закончился чай вечером мы уже поздно пришли для но вот приехали но это то есть айран мило ну что очень вкусно да пусть это тоже ждешь зайка ты тоже ждешь да где ждешь ждешь посмотрите за одну секунду чебуреки были съедены они небольшие и очень-очень воздушные совершенно мало теста не такие вот привычные как у нас продают огромные чебуреки здесь они совсем другие поэтому мы взяли еще пять штук смотрите кто ждет еще подожди покажи сейчас нам приносит видеть они прям совсем малюсенькие мама не очень интересное выражение веса осечки очень все тоже сок течет божественно это божественно я могу сказать что это самые вкусные чебуреки которые я вообще в жизни ела это однозначно правда да это однозначно приятного аппетита нам для мамы очень вкусно мы поели кент чебуречной и сейчас идем в парк смотрите здесь будут обязательно прогулочные лодочки чуть попозже да и я хочу вам просто показать потому что и водоем сделаны искусственно обязательно сейчас с вами посмотрим искусственный водоем для того чтобы граждан для стою чтобы жители этого города так как здесь моря нет все-таки купались посмотрим он милан по-моему вот в той стороне этот водоем который как как типа как бассейн и так далее ну а здесь в парке он такой не особо многолюдный а потому что есть еще несколько парков которые где отдыхают с детками где больше развлечений здесь такой больше такой релакс уединенное до единенное место где можно назовете что делает малыш малыш взрослый малыш под росток да мы с миланой одели курточки кстати вот потому что почему-то куда-то спряталась солнышко вдруг да 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 хотя конечно же тепло на улице что там гарри так ладненько сейчас подойдем к водоему и я вам покажу я не знаю я думаю что вряд ли он еще работает но в любом случае задумку вам покажу задумку администрации города кстати город достаточно молодежный здесь огромной он даже не то что он супер молодежный потому что я его сады какая сорока красивая дальний ваш супер молодежно потому что здесь огромное количество университетов и поэтому конечно молодежи здесь много вот мои хорошие но место закрыто потому что еще прохладно но я вам сейчас покажу что она из себя представляет представляете вот такой огромный 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 бассейн просто огромнейший бассейн на открытом воздухе я не знаю по стоимости а какая стоимость но в любом случае очень круто сделали что-то такое место есть сюда вот да большой большое такое место для купания так что когда жарко помимо вот эти расположились как раз турецкая семья до уточки на плавают здесь я катают на лодочках а с этой стороны можно вот пожалуйста а летом плавать это конечно все вычиститься да и будет ли ты конечно что будет вообще красота ну вот классно задумка хорошая очень крутая но вот такой вот мой дорогий кент парк в эскешхире мне кажется потрясающе их хорошее место посмотрите как тут много турки вообще очень любят устраивать пикники и безумно любят смотреть на воду это у них не занимать я но еще такой очень важный момент что не не пьют они на пикниках всегда только чай и и перекус всякие закуски но многие вот как раз заходят в чебуречную в эту которую мы сейчас с вами были но правда чебуреки очень вкусные кстати говорят что сюда их привезли все-таки из крыма крымских татар а здесь у крайне много вот прогуляться полюбоваться видами но сегодня вот как раз перед тем как мы зашли в парк просто тучи сбежались все мне кажется со всей турции и не дали вам поснимать в красоте и можно видите позаниматься конными разными видами спорта я думаю что здесь и обучают тоже в том числе кстати какие классные тут лежан очки есть можно тоже по релаксировать глядя на воду ну ты берет у турков это не отнять они очень любят просто си они даже просто я много раз видел когда просто молодые люди вот смотрите какие такие лежанки что молодые люди просто приходили приходят вода сигареты и и море и телефон да и просто сидят и на воду смотрят ну вот у них вот такая фишка им не нужно никакой собеседник главное чтобы был красивый вид на воду и и все и ты сам любимый так а мы сейчас идем с вами посмотрим посмотрим какой мы выбрали отель я вам тоже скажу что мы выбрали бюджетный вот как раз мы как мимо это сейчас чебуречный проходим к где мы с вами были все из-за все из-за того что выбор не так много у нас собака и сами прекрасно понимаете это сужает всегда круг поиска отелей на процентов 80 это точно так что пойдемте смотрят посмотри а еще я забыла об животное еще паркинг вот потому что мы на машине и еще парковка так что пойдемте посмотрим сейчас с вами номер вот это уже смотри уже подсветочку сделали больного и мы приоденемся а тут это что я не могу понять кареты какие-то а все-все-все тут катают людей все я поняла вот мы дорогие ну что обзорчик рум-тур быстренько а отель называется атос да у нас вот такой атос сидит это оси посмотрите какое большое комната вот такая видна раскладушечка для деток только большая кровать по оси как тебе вообще и посмотрите вот прям большой большой номер но самое прикольное ладно тут как это вот не очень москитная сетка висит но если вы увидите посмотрите почему называет этот город турецкой венеции гондолы и мы с вами конечно на гондолах сейчас пойдем да можешься ты пойдешь на гондолах собака так ну давайте чуть-чуть что посмотрим у милаша побежала там я забыла зарядку от телефона побежал вниз же зарядка я думаю что тут света да не будет без послушки ну ванна хорошая туалет все есть осечка не знаете что понравилось что даже есть тапочки номер стоит около четырех тысяч рублей и завтрак тоже сюда входят тапочки и по-моему тут халаты или нет они это не то нет халатов нет ну и ладно мне кажется прям в центре все шокирова очень класс вот прям такой нам номер очень далее большой при большом да мой собаки да пойдем подписчикам показывать теперь это посмотри к нам гуля какая прилетела такая страшная москитная сетка висит а так конечно просто вид шикарный 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 сейчас пойдем гондолках плавать 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 и посмотрите как все цветет красота да вы хороши но вот такой отельчик atos отеля посмотрите тут сразу бар есть даже и на улице можно посидеть кстати мне кажется как-то тепло стало только что так красиво я видела из окна работал фонтан но мы завтра с вами обязательно посмотрим и не знаю почему гондолы тоже перестали ходить но мы тоже тогда завтра обязательно прокатимся ну прям венеция венеция каналы какие милаш классно ну чё пойдем прогуляемся тогда да давай такая куда в какую сторону пойдем хоть . за смотрите трамвайчики это не как-то часто да вот я думаю как там машины вместе с ними ездят так ну смотрите я вам сейчас покажу ну чем не венеция правда кстати зимой гондолы тоже работают конечно ты его прям в центре милана гать мы прям центре же века конечно прям центре посмотри тут и и и гондолы и собаки и все что ты хочешь да тут кстати можно вот так и пройти как раз прогуляться прогуляться туда вдоль милаш смотрите еще вот так вам покажу ну что за красота смотри нет нет это нет милана единственное что сказала что это очень узкие улочки у меня клаустрофобия можете чуть-чуть выросли да посмотрите вот как раз ходят тут гондолы ну обязательно завтра с вами конечно обязательно классно мне тут нравится такой молоденько же то что слишком узкая молодёжный такой да город чувствуется вообще не смотрите какие трамвайчики такой трамвайчики ходят как а в словакии как братья славе только братья славе красненькие мои хорошие значит это получается у нас набережные реки парсук это сама река парсук и милаш пойдем переходим дорогу вы знаете что на милане напомнили эти узкие улочки улицы чего бейрута а мне не знаю мне не напомнили мне знаете что напомню мне напомнила господи из кишихир мне напомнила очень сильно стамбул такой в миниатюре миниатюрный стамбул и миниатюрный и дешевле так что если вы хотите побывать стамбуле но но это для вас дорого можно приехать сюда посмотрите как просто вот мне кажется класс классный классная замена стамбула но стамбул ничем не заменить но все равно о какой тут пес не жить большой смотрите ой какое солнышко все милана вышли мы на улице солнце мы хорошо влияем да 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 где-то мы где еще в белграде да тоже вышли и идем еще с вами все же по по из кишихиру ой ну как же тут классненько вы знаете очень мне кажется уютно так мило столько милых пар да милаш и вообще такое он классный уют да уютный уютный милый необычный вот и все так классно предусмотрено ой простите пожалуйста все это классно предусмотрено и для туристов и для жителей вот не зря этого мэра очень сильно любят здесь ой даже кстати не знаю он выиграл или нет выборы ну наверное должен то что рейтинг у него зашкаливал так жалко что конечно мы так поздненько приехали но ладно ничего страшного зато завтра обязательно обязательно прокатимся и вот смотрю еще одну пристань кстати мои хорошие смотрите какое классное заведение просто идем и и тут такая типа аля библиотека книжный и такой вот барчик классно можно тут же посидеть почитать и осмотрю по ценам а цены в кашихире значительно дешевле чем в алане ну значительно куда значительно два раза два раза точно да эти какие-то твитаминные барчики на 32 лиры кахвалты а сейчас 3 эти 32 лиры а сейчас надим чай и кахвалты стоит 400 о господи вообще какая мимимишность боже ты мой как тут вообще классно а ты хочешь посмотреть только как drink только да drink drink bar bar он либо мне кажется да классно и вообще и такое все все гуляет классно и в локацию классные я нашла отеля правда да вообще здорово я мне я вам хочу сказать что город мне очень нравится прям вот очень нравится так мы прям мы дойдем а на мостике все давайте сейчас выфаткаемся мои дорогие нашли даже книжки книжный магазин боже какая здесь красота книги от 6 лир от 5 6 мир тут магниты по 10 тут просто зашколу даже есть русские книги и детские сказки нет у меня на плече золушка ну да классно смотрите на разных языках классный большим милашка пью мне пожалуйста вот эти русские русский турецкий че я взяла золушку что еще мария сказал это мария маревна а что такая сказка у нас была мария мария что такое не помню но она давай почитаем интересно боже чего только нет такой большой классный магазин милаш смотри даже тут что есть милаш смотри даже что есть как их правильно называют господи кроки клипсы да ну клипс или как клипсы да клипсы на такие носят если хочешь возьми себе какой-нибудь прикольный 10 лир стоит все ну так тут вообще конечно можно застрять да тут по ценам мои дорогие очень дешевые цены илана может мы останемся и не поедем стамбула отчете значки надо о господи так мы зашли еще в магазин зоомагазин думаем оси от он у нас в отеле вкусняшку какой-нибудь купить спроси сколько стоит на кадр так а тут представляете такие вот сумки и тут лапки будут висеть у собаки а еще смотрите какая милота гамак для кого для кошек для собак ну что милаш сколько 135 дорого дешевле до посмотри какой нибудь милан дешевенькую какую-нибудь посмотри как мы его спроси просто лучше бы ему конечно погрызть что-нибудь скажи скаль поэтому а rzeczywiście тебе это все Продолжение следует...